Приветствую всех любителей шахмат. Сегодня у нас разгромная партия. Аниш Гири с треском проиграл матч против 16-летнего Вандеркинда из Индии. Белыми играл Прагнан Нанха, черными Гири, Аниш Гири, Конь f6 c4, на g6 конь c3, ну и после хода d5 перед нами защита Грюнфильда. Конь d5 e4. Здесь Рамеш Бабу выбирает достаточно гибкое и очень прочное построение за белых. То есть играет сначала слон c4, на ход c5 конь e2, подкрепляя пешку на поле d4. 0-0-0-0, конь c6, слон e3, надежно защитил пешку на d4 много раз. И вот здесь на ход b6 вполне логично было, отвести ладин на c1, заодно убрать из-под рентгена слона. Но индийский товарищ играет здесь h4, достаточно интересный ход. Черный отвечает ходом e6, атакуя пешку. Пешка идет вперед на h5, а ниш гири вроде бы нападает на 2, предлагая белым определиться. Но здесь следует смелый ход fc1, то есть белые готовы жертвовать. Теперь выясняется, что пешку на h5 брать явно нельзя. Здесь просто ферзи ловятся, у белых сразу победа. Напали, напали слоном, напали еще раз слоном. И ферзю черным деваться некуда, просто погибает. Поэтому на ход fc1 следует размен на d4, ферзь e4. И, как говорится, батя вышел вперед, то есть черный ферзь выбрался вперед в своей армии. И, конечно, должен попадать под удары белых фигур. Давайте посмотрим, как дальше играл. Малыш, ладья d1, то есть готовит при случае такой тычок d5. На коне a5, конь c3 напали на ферзя. Аниргири освободил себе лазейку бегства на ферзевый фланг. Отступает, слон e29, слон f3 и забрать качество. Слон d7. Последовал ход a6, также был выбор, может быть, слон a6. И главная идея вынуть жало, опять же, разменять активного защитника черного короля. И потом уже пытаться атаковать королевский фланг всеми силами. Но а6, сначала ограничили слона. В этой ситуации слон h8. Слон f3 напали на ферзя. Слон c6 и d5. Идем вперед, напролом. Взятие слон d4. Вот так вот красиво малыш обманул, опять же, Анишагири. Заблокировал вот эту интересную батарею. Оставил слона ферзя немножко в дураках. И теперь все так же планирует разменять главного защитника короля. И потом при случае, опять же, забраться, может быть, ферзем на g7. Ну и пешка на d5 тоже должна теряться. А конь на a5, даже если попадет на c4, будет стрелять немножко в пустоту. Владья d8, слон h8, король h8. Конь d5. Пользуясь тактической возможностью. Наносят белые этот красивый удар. Дело в том, что на ход слон d5 белые сыграли ферзь d2. Теперь выясняется, что материал мы отыграем. При случае также есть шахи. На f3 брать, конечно, нельзя. Просто ферзь d8. Ферзь стремится попасть теперь и на поле f6. И хотим забрать ладью на f8. Ну и здесь просто нет защиты. То есть на какой-то естественный ход ферзь b8. Просто ферзь f6. И мат ферзь g7. Спасения нет. Поэтому получается, что слон связан. Нужно делать какой-то другой ход. Ферзь e7. Дали шаг. Забрали на d5. Опять же, видимо, стоило разменяться. Хотя у черных и там плохо. Они же гиричат какую-то активность. Играет ладья c8 атакой белого ферзя. А ладья идет на поле e1. То есть такая контратака в ответ. Ферзь c7. Ну и здесь, видимо, стоило просто разменяться. Сыграет ладья d6 атакую. Пункты f6 хотим забрать. Потом мат поставить. Все-таки черный король. Очень слаб. Отрезан по седьмому ряду. Пешка не пускает на поле g7. Допустим, конь c4. Можно забрать. Можно сыграть ладья e6. И здесь по материалу поровно все. Но у белых четкий план. То есть можно поставить слона на d5. Ну и потом попытаться при случае как-то сдвоиться. Ладья c7. Ладья e6. Ладья d8. g3. Белые абсолютно никуда не торопятся. У черных особо нет сил усиливать позицию. При случае мы этого и коня побьем. Пешку на поле a5 заберем. Поэтому у белых здесь просто фактически выиграны. Плюс 4. Показывает движок. Но в партии на ход fc7. Малыш играет fc3. То есть ход не самый лучший. Но тем не менее достаточен для перевеса. Игра продолжается. Конь c4. Ферзь e7. Пытается забраться на седьмую линию. На обжорный ряд. Готов конечно к размену ферзей. Тем не менее видимо стоило разменять. Попытать здесь свое счастье. Сыграть потом конь e5. Слон e2. Играть в такую позицию. Белые конечно при случае тоже хотят пойти f4. И устроить катастрофу по обжорному ряду. Но как-то помаленьку черные быть может могут половить свои шансы. Но игра на два результата. Либо черные все-таки спасутся. Либо проиграют. Потому что победить вряд ли получится. Позиция очень плохая у них. Но в партии же немножко иначе последовало. На ферзь e7. Конь e5. Серьезная ошибка. И красивый удар. Жертва качества. Взятие ладья d7. Хотим поставить мат. Вроде бы есть спасательный шаг. Но скромный ход слон дэнгит. Конечно идти на h2 нельзя было. Там на h6 терялось шагом. И видимо черные могли держаться. Но после хода ферзь h6. Ферзь e5. А нежгири просто сдался. Потому что черный король получает мат. Вот такой вот эффектный разгром. На король g8. Конечно слон подключается. И вот тремя фигурами. Прямой наводкой. Черный король был расстрелян. Забрали. И ферзь h8 шаг и мат. Вот в таком духе достаточно легко. Разгромил рамеж бабу Анишагири. И праздновал победу. Но в финале ему немножко не повезло. Это сразился он с китайским товарищем. И Дин Лежен оказался все-таки посильней. Всем спасибо за ваше внимание. Если понравилось ставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал. Всем добра и хорошего настроения. Субтитры сделал DimaTorzok